Мне пришло интересное письмо от подписчика под ником Зонанан Бетерин. Письмо необходимо зачитать. Вот вы часто говорите, что сейчас мы живем в неком подобии Совка, только без идеологии, присутствовавшей в той стране. Если посмотреть на экономическое состояние, то разрушение Совка началось еще прибрежнее. Вы об этом говорили, я помню. Но какие-то реформы начал только Горбачев, пытаясь сохранить умирающую систему. То есть тот, кто пытался совершить благое дело для Совка, теперь в виде необывателя является врагом народа, засланцем Запада и прочее. А ведь если посмотреть на настоящее, то именно Навальный пытается сделать хоть что-то, чтобы избежать разрушения страны, которая губительно скажется на ее простых жителей. Но подобные вещи не делаются быстро. Уничтоженную экономику не восстановить одной сменой имени вождя. И не факт, что если бы сейчас Навальный каким-то чудом встал бы во главе страны, то все быстро изменилось. Скорее наоборот, этот «Титаник» еще несколько лет будет идти по намеченному курсу. Может ли случиться так, что поколения современной молодежи в будущем также будут отзываться о Навальном, как сейчас старики говорят про Горбачева и Ельцина? Может быть, что они начнут говорить? Вот, при ПУ у нас была стабильность, а Навальный пришел и все уничтожил, ввергнув страну в 90-е 2.0. И да, когда-то нравился СССР, спасибо фильмам тех лет. А вот сейчас смотрю на Северную Корею и с ужасом понимаю, что лучше новые 90-е, чем этот кошмар. Такое вот интересное письмо. Ну что ж, давайте разберемся. Начнем с того, что мой подписчик совершенно прав. На 100% прав, вот безо всяких. Действительно, Горбачев пытался спасти умирающую страну. Но проблема была вся в том, что уже смерть Савка была предрешена. И уже никакой Горбачев сделать этого не мог. Другое дело, что если бы Горбачев, к примеру, хотя история не знает о слагательном наклонении, пришел к власти, скажем так, лет на 10 хотя бы раньше, то в этой ситуации, да, действительно, ну, был еще хоть какой-то шанс мирно эволюционировать из кошмарного СССР хоть во что-то нормальное, хоть во что-то человеческое. Но проблема была именно в том, что Горбачев, понимая, что крах СССР не минуем, он судорожно пытался хоть что-то сделать. Ну, результат мы, собственно говоря, видим. Действительно, Ельцин пытался возродить страну, рухнувшую совершенно страну. Ну, он пытался, но, собственно говоря, тот же Путин пришел на все готовое. И дальше, вот за эти 18 лет было разрушено все, и крах всей этой конструкции, он точно так же предрешен. И если, ну, не обязательно Навальный, назовем ее условный Навальный, он придет на его место, то мой подписчик тоже абсолютно прав, что государство это крайне инерционный механизм. И сразу, во-первых, все перестроить не получится. И инерция будет тащить еще достаточно долгое время. И после реформ, да, действительно, те, кто сейчас молодые старики, будут говорить, да, вот, при Путине мы жили хорошо, а сейчас вот мы живем, о, как отвратительно. Да, это все будет, и не питайте иллюзий, господа. Но тут важно понять две вещи. Во-первых, почему так происходит? А во-вторых, почему, вот, когда придет к власти условный Навальный, будет гораздо хуже, чем во времена рухнувшего СССР? Ну, во-первых, следует понимать особенность человеческой психики. Наше мышление всегда ассоциативно. Это исключений тут не бывает. Поэтому, если вот в данный момент, если уж мы говорим с этих позиций, рассуждая о главе государства и о государстве как таковом, то наше мышление так устроено. Вот, наша жизнь, она такова, а в это время во главе государства стоит гражданин Икс, скажем так. И вот если в это время было хорошо, то мы это связываем с господином Икс. А если на его место приходит господин Игрек и при нем становится плохо, причем ключевое слово здесь, друзья мои, слово при, при нем, не благодаря ему, не вопреки ему, а именно при нем, о том, какой он в это внес вклад, это 825 вопрос. Но вот если при нем стало плохо, то винить будут его. Это ассоциативность мышления. Люди так устроены, понимаете? Любой гомо сапиенс устроен именно так. Но тут следует понимать, что проблемы в государстве, как мы уже сказали, а это очень инноционный механизм, накапливаются не один день. Ни один месяц и ни один год. Они годами накапливаются. И рано или поздно, но результаты вот этих накопленных проблем дают о себе знать. Не благодаря Горбачеву накопились вот эти вот проблемы Савка, а они были заложены в самой структуре Савка, в самой его, так сказать, конструкции. Это конструктивно была гнилая система. И никак иначе. Они закладывались еще при Ленине, Сталине, Хрущеве, Брежне. Просто сумма этих проблем, она не позволила этому государству выжить. С определенного момента это все уже дальше пошло по инерции. Другое дело, что, еще раз повторяю, эволюционировать Савок мог. Ну, как эволюционировал, к примеру, Китай. Из майского Китая он стал тем, кого мы видим в данный момент. Но тут вы поймите, что исключений все равно не будет. И ответственность будет нести тот глава государства, который будет в момент краха. Ведь давайте посмотрим с другой стороны. Объясните мне, в чем заслуга того же Путина, что вот в нулевые годы было действительно нормально. А что, ну бессмысленно это отрицать. Было нормально, хорошо жили. В чем его заслуга? В том, что выросли цены на нефть до заоблачных высот. А, минуточку, а Путин тут при чем? Вот ответьте мне, да не мне, вы себе ответьте. При чем тут Путин? Он что, ценами на нефть управляет? Да я вас умоляю. Что при Путине или благодаря Путину были какие-то новые научные разработки, новые технологические прорывы? Да я вас умоляю. То, что сейчас выдается за прорывы, за достижения. Вот та же разнесчастная булава, которая взлететь никак не может. Те же подводные лодки класса Борей. А это все разработки времен СССР. Вот сейчас собираются внедрять станцию радиоэлектронной борьбы с тем интернетом, который собирается в 19-20 году подарить человечеству Илон Маск. Станция радиоэлектронной борьбы Кроссов-4. Это разработка СССР. Вы это можете понять. Это не было разработкой сегодняшнего дня. Все эти Школково-Шмолково, это, ну, я не знаю, это такая профанация, о которой, ну, я не знаю, ну, уважающий себя человек, ну, всерьез это рассматривать не будет. Благодаря Путину не было сделано ничего. Или, может быть, то, что при Путине расцвел бизнес, или его дружки-олигархи, его дружки по кооперативу «Озеро» или секции «Дзюдо», они стали миллиардерами? Минуточку. Это только, во-первых, его дружки стали олигархами, а, во-вторых, основа свободной экономики, то есть нормальной экономики, была заложена реформаторами во времена Ельцина. И только так, и никак иначе. Но это люди связывают с Путиным, потому что это было при Путине. Но проблема в том, что именно благодаря Путину заложены такие мины в конструкцию государства Российской Федерации, что рано или поздно это даст о себе знать. И прав мой подписчик, когда он говорит, что, да, Навальный, он пытается спасти умирающую страну, он пытается спасти Россию от разрушения. Но придя к власти, пытаясь спасти страну от разрушения, все шишки посыпятся именно на Навального. Но сейчас, друзья, я вам скажу очень неожиданную вещь и крайне неприятную. что после завершения эпохи Путина нам всем будет гораздо хуже, чем было в 90-е годы. И я объясню почему. Дело в том, что даже в последние годы существования СССР все-таки граждане, они верили верховной власти. Они верили, ну, рассказали, значит, ну, так оно и есть. Вот, кстати говоря, почему так люди охотно верили во всю эту телевизионную чушню, типа АОММ безоговорочно верили рекламе и так далее. Ну, по телевизору говорят, значит, так оно и есть. Люди не привыкли тогда к всеобщему вранью. И хотя бы минимальное гражданское общество тогда в стране все-таки было. Но вся проблема в том, что Путин, во-первых, уничтожил в России гражданское общество. Его нет. Оно атомизировано наглупо. Его не существует. Ну, вот, это все равно, что вот вы нарисуете дом на листе ватмана и скажут, ну, дом, ну, иди, заходи туда. Но я скажу, ну, дома-то там нет. Это рисунок. А мне скажут, нет, заходи, он там есть. Но это рисунок. И второй момент. Даже самые откровенные запутинцы, они уже сейчас понимают, что власти верить нельзя. Ни в чем. Никогда. И ни при каких обстоятельствах. Это, пожалуй, вот, опять же, я скажу сейчас, наверное, резкую и неожиданную вещь, что единственная скрепа, единственная национальная идея, единственная, в чем сойдется, наверное, 99,999% населения Российской Федерации, что власти нельзя верить. А любой руководитель, он, ну, априори, должен все-таки опираться на какое-то доверие граждан. Но я вам приведу очень простой пример. Вот 1 марта на уходящей неделе Путин, выступая перед федеральным собранием, он заявил, что надо, так сказать, давать зеленый свет бизнесу, надо освободить малый бизнес от налогов, упростить отчетности и так далее. Ну, ответьте сами себе. Вот себе ответьте на простой вопрос, ребята. А много ли найдется среди вас таких наивных людей, которые желают заниматься бизнесом, безусловно, желая? Они вот этому поверят и откроют свое маленькое дело. Скажем, парикмахерскую или мастерскую, или, я не знаю, какой-нибудь маленький магазинчик. При том, что, ну, Путин же сказал, что надо передавать госсобственность в частные руки, надо развивать частную инициативу и так далее. Вы ему поверите? Себе ответьте. Вы ему поверите? Тогда минуточку. А с какого перепугу вы поверите, скажем так, условному Навальному или условному там, я не знаю, через забор ног с Дерещенскому, который придет вместо Путина и будет говорить абсолютно правильные вещи? Нет оснований. Нет оснований доверять. А без доверия не получится ничего, друзья мои. Ничего не будет, если гражданское общество само не начнет что-то делать, не возьмет на себя какую-то часть инициативы. Власть может сколько угодно говорить, что на словах оно делегирует обществу какие-то полномочия, какие-то права. А общество возьмет? Какая-то часть общества возьмет? Какая-то часть, может быть, и возьмет. Но не забывайте и о том, что вот за эти 18 лет российское общество при Путине было развращено коррупцией и казнократством. И что-то мне подсказывает, что здесь на волне окажутся те, кто в первую очередь захотят повторить этот опыт. И я не знаю, какая должна быть сила воли, харизма и энергия нового главы государства, который сможет переломить эту тенденцию.